Первый важный старт для Тарасова и Морозова и встречи с чемпионами мира Мишиной Галямовым. Турнир ВС по Финляндии Трофи интересен не только соревнованиями у женщин, где должны выступить Камила Валиева, Алена Косторна и Елизавета Доктамышева. В спортивных парах российских болельщиков ждет другая, не менее интересная интрига. От России на турнир заявлены Евгения Тарасова, Владимир Морозов и Анастасия Мишина, Александр Галямов. Также среди интересных соперников можно выделить канадцев Ванессу Джеймс и Эрика Редфорда. Для Жени с Вовой это будет уже третий старт сезони и четвертый, если учесть контрольные прокаты. Пока ребятам не удается полностью собрать и без ошибок откатать обе программы. Хотя по словам их тренеров Максима Транькова и Даниила Грихенгауза, на тренировках количество чистых прокатов существенно возросло. Осталось научиться справляться с предстартовым мандражем и начать показывать на соревнованиях то, что фигуристы показывают на тренировках. В Сызрине Максим Траньков сетовал на то, что Тарасова и Морозов расслабились из-за отсутствия серьезных соперников. Я всегда своим ребятам говорю, что надо уважать любых соперников. Если нет сильных конкурентов, это не значит, что надо в полногие кататься. Например, прокатами Евгения и Владимира я недоволен. Я им так и сказал, что нельзя так кататься даже на этих соревнованиях, ведь в полноженьки было. Возможно, это отчасти помешало паре откататься на максимум. В Финляндии ребятам конкуренцию обеспечат действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галянов. Поэтому будет вдвойне интереснее, чем же завершится первая очная встреча двух наших сильнейших пар. Насте с Сашей тоже будет непросто, ведь ребята открывают сезон в статусе лидеров. Тянуться за кем-то и быть в роли догонящего всегда чуточку проще, чем удерживать высокую планку, которую фигуристы сами задали на чемпионате мира в Стокгольме. Еще один интересный момент – их новая произвольная программа с использованием музыкальной композиции Георгия Сверидова «Время вперед», которая у российских болельщиков неразрывно ассоциируется с выпуском новостей на Первом канале. Многие критиковали такой неоднозначный выбор для спортсменов и говорили, что фигуристы не соответствуют темпу музыки. Однако трейлер команды Тамара Москвина пока не планирует ничего менять и продолжает отстаивать свою позицию. Но как оценят произвольную программу чемпионов мира международные судьи? Впрочем, кое-какие поправки в композицию будут внесены, как стало известно композитор Александра Гольдштейна, который недавно неоднозначно высказался о выборе музыки для произвольной программы Тарасова и Морозова, привлекли к работе над этой музыкой. Так что вполне возможно на турнире нам предстоит увидеть обновленный вариант произвольной программы Мишины Голямова. Новая канадская пара Ванаса Джеймс и Эрик Ретфорд вряд ли сможет навязать борьбу нашим фигуристам, но за успехи этого дуэта все равно очень интересно наблюдать. Обувь ввязали с настоящей авантюрой, решив встать в пару в олимпийский сезон. Никто не знает, к чему все это приведет. Возвращение в большой спорт после большого перерыва – это всегда непросто. А здесь еще смена партнеров, плюс возраст накладывает свой отпечаток. В Канаде на турнире Autumn Classic, International, Ванесса и Эрик выступали совсем неудачно, набрав 184 балла и уступив первое место японской паре Миуро Кихара. Самым слабым звеном были прыжки партнерши. Появился ли прогресс спустя полтора месяца? Это вопрос. Короткие программы пары покажут уже 7 октября в 14 часов 45 минут по московскому времени. 8 октября в 13.00 пары выйдут на лед с произвольными программами. Александр Энберт высказался о переходе Тарасова и Морозова к Тутберидзе. Серебряный призер Олимпиады 2018 года в команде Александр Энберт поделился мнением о перспективах российской пары Евгения Тарасова и Владимира Морозова и тренерах в парном катании. Александр, есть ощущение, что в этом году Тарасова и Морозов будут возвращаться на место фаворитов? Мне кажется, Тарасова и Морозов просто повзрослее, поувереннее. Они не первый раз отбираются на Олимпиаду и знают этот путь. Не так давно Пеханчхан был. Ну окей, давно. Но они понимают, что важно показать. Опыт тут играет роль, хотя глазами его не заметить. Будто энергии некое передается. Плюс они в новой команде. Это тоже придает уверенность. Команда топовая, которая знает весь мир и они верят в нее. Очень важно верить тренеру и тому, что он делает. Верить в успешный исход предпринимаемых усилий. Хотя Тамара Николаевна, конечно, тоже топовый тренер и команда сильная. Александр, вы нуждаете задать вопрос, кто топовее? Москвина или Тутберидзе? В парах для меня, конечно, Тамара Николаевна. Она знает миллион нюансов подводки к стартам, этой тонкой игре. Из этой пары она топ. Но я очень рад, что катался у Нины Михайловны Мозер и многое узнал у нее. Она действительно здорово вела свои пары и нас в том числе. Очень надеюсь, что к Олимпиаде 1026 года она включится в эту борьбу и представит свои программы и пары. Вот тогда будет реально интересно. Александр, вас удивил вообще приход Тутберидзе в парное катание? На полсекунды. Этери Георгина и перфекционист, и энергичный человек. У нее хватает сил, времени и ресурса на все это. Все способствует, и она идет смело на такие шаги. И спортсмены к ней хотят. Так что через секунду подумал, а оно в принципе логично. Такого никогда не было, но это случилось. Когда как раз должно было. Когда Этери Георгина пришла к решению об изменениях. Александр, вы увидели своим профессиональным взглядом изменения? Увидел, что программа 100% в стиле команды Даниила Глихенгауза. Это не хорошо и не плохо. Просто свой стиль, который они влили в эту пару. Но программа хорошо смотрится, когда они чистые. Я бы подождал хороших прокатов. Тогда все замкнется и будет видна целостность программы. Изменения точно видны, сказал Энберт. Алина Загитова в ноябре проведет мастер-класс в Мексике. В последнее время наши фигуристы и тренеры частенько приезжают в Мексику, чтобы провести там мастер-класс. Так, например, в августе прошлого года Евгения Медведева провела в Мексике семинар по фигурному катанию. А в мае этого года мексиканцы пригласили команду Дудберидзе, Даниила Глихенгауза и Сергея Дудакова. Провести серию мастер-классов для местных фигуристов и тренеров. Теперь в Мексику отправится олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, чтобы провести там еще один мастер-класс. Об этом сообщила официальная фан-группа фигуристки в Инстаграме. Мероприятие пройдет с 26 по 28 ноября. Евгения Медведева проведет бесплатный мастер-класс в рамках «Ночи московского спорта». Тукратая чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева проведет бесплатный мастер-класс в рамках мероприятия «Ночь московского спорта». Все поклонники катания на коньках смогут принять участие в заезде на ЦСКА-арене, где бесплатный мастер-класс для всех желающих проведет двукратный серебряный призерка Олимпийских игр Евгения Медведева, сообщили организаторы акции. Мероприятие пройдет 9 октября с 19 часов до полуночи. Ведущим всех спортивных активностей на площадках будет комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев. Марк Кондратюк считает, что внес меньший вклад в олимпийские квоты. В этом году российский фигурист Марк Кондратюк оценил свое выступление на турнире Небельхорн-Трофе, где подтвердил третью квоту России в мужском катании на Олимпиаде 1022 в Пекине. Марк довольно трезво прокомментировал свои прокаты, отметив как достоинства, так и недостатки. Также фигурист признался, что считает свою заслугу в подтверждении третьей квоты минимальной. Без Миши Калиды и Жени Семененко ничего бы этого не было. Марк, как оценишь свои прокаты в Германии? Короткой по прыжкам ставлю 3 из 5, может 3 с половиной. Но их я хотя бы приземлил, обошелся без грубых ошибок. Мне не понравилось, как я откатал программу в целом, по эмоциям. Может со стороны это смотрелось по-другому, но по моим ощущениям на прокатах в Челябинске в плане целостности все было гораздо лучше. Произвольная наоборот, ее откатал лучше, чем на прокатах. Может поставлю за нее 4 или 4 с минусом. Марк, почему так получилось? Про произвольную могу сказать конкретно. В Челябинске я умер, там особенно важен финал. Старался выдавать эмоции и как-то ехать. В этом музыкальном фрагменте бешеная энергия, нужно ей соответствовать. А я не мог доехать, хотя короткая прошла энергично. В Германии кататься было уже легче. Марк, болельщики по-разному отнеслись к твоей поездке. Многие назвали тебя добытчиком третьей квоты. Ты сам ставишь себя в один ряд с Мишей и Женей, когда идет речь об этом достижении? Нет, не ставлю. Я честно считаю, что внес меньший импакт в эти квоты. Если бы не Миша с Женей, никто бы в Германию не поехал. Взял бы квоту любую из тех, кого бы не отправили или нет. Вот это вопрос. Но то, что если бы не успехи Семененко с коридой, то ничего бы этого не было. Это факт. Марк, насколько оценишь свой вклад в процентах? Если разделить на троих, то пусть у Миши и Жени будет по 40, а у меня 20%. Сказал Кондратюк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok